всем привет с вами ети в этом видео мы постараемся разобраться как психоделики влияют на сознание человека меняют они его в лучшую или в худшую сторону и как это собственно соотносится с когнитивными способностями человека бытует мнение что некоторые вещества способны усилить когнитивные способности человека в плане творческого мышления например и поэтому я решил снять видео для того чтобы расставить все точки над и потому что на самом деле я не против употребления различных веществ если человек знает какие это несет последствия и он сознательно идет на этот выбор но я против дезинформации в этой сфере потому что некоторые стереотипы способны склонить человека к употреблению и соответственно повлиять на принятие решения и этого конечно же не стоит допускать потому что когда человек знает прекрасно о вреде алкоголя и выпивает два раза в год то это одна ситуация в случае когда человек думает что алкоголь несет некие плюсы для его здоровья например расслабляет его мозг и таким образом он снижает риски депрессии например и так далее это уже совершенно другая ситуация поэтому нужно поработать над этим убеждением о том что некоторые психоактивные вещества способны улучшить ваши когнитивные способности или расширить сознание принести вам скажем так некоторую пользу для душевного равновесия как может быть опять же считают люди и так я сразу хочу сказать что буду по минимуму использовать название этих психоактивных веществ потому что я думаю вы не маленькие дети и прекрасно знаете о чем именно идет речь и дабы не настраивать youtube против себя и против своего канала но в общем то речь пойдет про психоделики то есть некие вещества которые вводят наш мозг в состояние измененного сознания и данное состояние называется психоделическим или чаще всего используемый термин trip так вот она характеризуется изменением которое влечет за собой неадекватное восприятие реальности ну по крайней мере не такое как в трезвом уме при этом может кардинально меняться мышление человека в данный момент времени все это сопровождается какими-либо галлюцинациями и так далее так вот что именно происходит когда люди употребляют подобные психоактивные вещества на уровне физиологии и на уровне их мышления как это все отражается если хорошенько порыться на пабмеде то данная информация не останется для вас тайной в общем то там перечислены все основные симптомы изменения сознания человека и что чаще всего сообщается от употреблявших подобные наркотики во первых люди прошедшие через психоделическое состояние сообщают о том что они лучше различали цвета то есть их восприятие цветов значительно улучшалось они видели цвета более насыщенными более контрастными и все это касалось любых изображений любых предметов и так далее то есть может быть даже они замельчали какие-то мельчайшие детали и им казалось что они действительно лучше воспринимают вот визуально все объекты которые вокруг них присутствуют но самое интересное что когда проводили опрос собственно у людей которые находились в текущий момент времени в данном состоянии то люди гораздо хуже разбирались цветах чем в трезвом состоянии вторая особенность изменения сознания в условиях трипа заключается в том что люди теряли восприятие времени то есть они чувствовали себя в прошедшем будущем настоящем времени либо у них случались определенные провалы когда они в общем то получали какой-то сигнал и улавливали его только через некоторое время и в общем-то мозг их как будто не воспринимал промежуточные стадии какие-либо то есть выпадали целые отрезки целые интервалы времени время может то очень быстро идти то очень медленно и так далее то есть восприятие времени несколько искажается в подобном состоянии о чем сообщало огромное количество людей прошедших через данный опыт третья особенность заключается в том что люди переставали различать мимику людей точнее не переставали различать а воспринимали любую мимику лица в положительном ключе то есть когда показывали соответственно изображение грустных лиц агрессивных там серьезных напуганных и так далее люди воспринимали все виды мимики в положительном ключе как позитивно к ним настроены иначе говоря это меняет восприятие окружающего мира то есть люди в психоделическом состоянии как правило воспринимают все вокруг более положительным следующая особенность восприятия людей в психоделическом состоянии заключается в том что они могли видеть звуки например то есть их мозг смешивал различные сигналы и соответственно звук воспринимаемый на слух перемешивался в их голове таким образом что они могли видеть отражение звука на окружающих объектах то есть иными словами восприятие звуков отражалось на визуальной составляющей что не нормально для обычного человека звуки мы видеть не способны поэтому вот такая вот тоже штука есть попозже я объясню почему именно так происходит следующий пункт заключается в том что люди в данном состоянии чувствуют единение с другими людьми то есть когда человек в психоделическом состоянии чаще всего он чувствует себя единым целым с внешней средой то есть человек может думать что все находящиеся вокруг него люди являются его отражением то есть он это одна единая система и в общем-то все здесь взаимосвязано и никаких границ между его телом и окружающими объектами не существует то есть он эта часть системы которая движется соответственно и вот такая тоже интересная особенность человек не способен себя идентифицировать отдельно от внешней среды он считает себя частью среды и движется вместе с ней ну по крайней мере это то что сообщают люди которые прошли через определенный опыт и вот эти все пункты которые я перечисляю они естественно относятся к разным психоактивным веществам не будем здесь разграничивать но дело в том что они чаще всего сообщаются при применении подобных веществ то есть скажем это берется все не из пустоты последняя особенность восприятия людей во время трипа заключается в том что они все как один практически утверждают что они получили некие сакральные знания то есть они почувствовали какие-то высшие силы они почувствовали эту систему у них открылось видение на этот мир и так далее и они искренне убеждены в либо в наличии нескольких жизней которые цикличны либо в наличии каких-то высших сил либо в наличии вечной жизни либо в том что весь этот окружающий мир он на самом деле не настоящий а то что происходило во время трипа это действительно вот что-то высшее что-то духовное что-то такое как прикосновение к пришельцу грубо говоря и люди очень часто подобную информацию сообщают и на самом деле если брать например некоторые растения которые могут использоваться с таковой целью то аж три с половиной тысячи лет назад их уже люди могли использовать и соответственно ловить вот эти вот галлюцинации и все это возможно привело к возникновению некоторых религиозных убеждений у отдельных личностей и потом это уже перерастало в то что мы имеем сейчас до современные религии различные опять же это одна из версий вы можете ее не брать за основу своей жизни я не настаиваю но многие люди шаманы какие-то древние народы которые использовали соответственно вот такие вещества все как один приходили к выводу о существовании каких-то высших сил о том что это единая система и обо всем подобном то есть когда различные народы употребляли те же грибы это все могло способствовать возникновению современных религий потому что во время таких ритуалов как раз у них как будто расширялась сознание как будто к ним приходила высшая сила и все в таком духе именно в эти моменты а далее уже опять же можно все это рассказать другим людям они в это поверят либо дать съесть что-нибудь и соответственно они в этом убедятся многие люди кстати говоря которые баловались подобными веществами заявляют о том что они прозрели в какой-то момент времени то есть им открылась какая-то истина но как правило когда вы спросите их а что это за истина они не могут объяснить так вот почему они не могут объяснить я сейчас вам расскажу дело в том что если кто-то из вас попытается представить что видят люди в подобном состоянии то у вас это не получится потому что вы не способны в текущем состоянии ума представить подобное потому что ваш мозг работает корректно он корректно анализирует информацию и максимум что вы можете представить это ну какое-то месиво из известных вам элементов ну не знаю там розовый слон состоящий из каких-нибудь желтых цыплят и все в таком духе даже это не можете представить вы не можете представить два цвета одновременно вы не можете представить 4d пространство все это невозможно для вашего мозга в текущей его конфигурации вы ограничены тем внешним миром который вы уже наблюдали и соответственно из этого пространства нам никак не выбраться так вот когда психоделики сужают и отключают некоторые области мозга и переносят акцент на другие это создает некоторый дисбаланс в воспринимаемых стимулах и в обработке информации и он может скрестить восприятие звука восприятие внешних образов например чего ваш мозг в трезвом состоянии сделать не может именно поэтому вы не способны представить что может увидеть человек в подобном состоянии и как именно он воспринимает мир и соответственно поэтому человек в данном состоянии может видеть то что он потом в этом мире не может объяснить вот что самое интересное то есть когда люди пытаются объяснить что они там видели то как правило они рассказывают только ту часть которую опять же могут понять люди вокруг них потому что все это нашими словами вот этого мира вот с этим восприятием конкретно с вот этой конфигурации работы мозга но в том состоянии то что они видят то что они проживают это необъяснимо словами вот такая вот штука то есть невозможно ни представить ни сказать но важно понимать что психоделики не расширяют сознание осужают его почему потому что сводит его к очень примитивному уровню например к образу мышления улитки или какого-то растения мозг перестает воспринимать время воспринимать время очень важно для того чтобы выжить это очень важная функция которая естественно ну природой разрабатывалась и когда какое-то вещество отключает эту функцию естественно человек становится просто ну каким-то ходячим трупом то есть он не понимает куда он движется сколько времени проходит и в общем и целом никак нельзя назвать деятельность человека в состоянии три по какой-то выдающийся да скорее всего это наоборот похоже на то что человек стал овощем и вот это самое важное что по факту в этой реальности человека наоборот теряет свои способности хотя ему кажется что он расширяет свое сознание то что мы видим это мы видим деградацию и если состояние три по как многие говорят позволяет осознать эту реальность и прийти каким-то очень важным выводом то скорее всего все люди шизофрении это те самые просвещенные потому что как раз у них некорректно работает мозг абсолютно некорректно воспринимается эта реальность и подобных людей мы считаем больными так почему людей у которых утрачена функция восприятия времени или восприятие цветов опять же или даже восприятие себя как отдельной части что тоже очень важно мы будем считать допустим людьми в расширенном сознании то то есть у них открылось вот сознание чакры они способны воспринимать этот мир так как нужно опять же если вспомнить тот пункт о том что люди не способны отличать эмоции окружающих людей это очень вредно с точки зрения выживания опять же человека потому что он не сможет отличить даже если кто-то захочет его убить в этот момент времени это очень важно было для выживания вида для эволюции но для выживания конкретного субъекта скажем так очень важно отличать угрозы с разных сторон и человек данном состоянии угрозу воспринимать не может что касается восприятия вечной жизни или каких-то высших сил бога который к вам прикоснулся или какого-то инопланетного вмешательства все это возникает благодаря коктейлю в голове состоящему из разных психоактивных компонентов человек всю эту ситуацию новую новые восприятия реальности очень сильно чувствует то есть он не то чтобы в него верит он как-то рационально все это анализировать может он как раз таки к этому не способен потому что анализ полностью будет отключен в данном состоянии если мы говорим про глубокий какой-то трип и в этот момент времени когда у него мозг работает на абсолютно примитивном уровне он принимает решение на основе своих ощущений эти ощущения уже воспринимаются как положительный прожитый опыт и в конечном итоге подменяют ему привычную реальность потом он выйдя из данного состояния уже не может к сожалению отличить реальный мир от того что он увидел потому что ощущаться тот будет даже лучше то есть если вам дать два мира да в одном вы вроде бы все анализируйте а в другом вам приходит ощущение того что все совершенно работает по-другому и гораздо более сложно и это больше похоже на истину потому что в этом состоянии вы постоянно кайфуете там уровень эмоциональных ощущений повышается кардинально опять же от этих веществ вам конечно же может показаться что это та новая реальность настоящая а вот этот текущий внешний мир который существует в которой вы попадаете в котором вы прожили свои там 20 30 40 лет он не настоящий и на мой взгляд как раз наоборот это все говорит о том что нет никаких высших сил и полностью доказывает концепцию текущей реальности о том что в общем то наше восприятие жизни зависит от того что происходит у нас в голове и если в голове происходит какой-то сбой из-за вот этого микса психоактивных компонентов различных там нейромедиаторов гормонов и так далее и подобных веществ какой-то сбой на уровне нейронов то можем абсолютно неадекватно воспринимать данную реальность и наш наше восприятие всегда подстраивается по то что происходит у нас черепной коробки они наоборот потому что когда мозг будет отключен мы не сможем воспринимать эту реальность когда он перестанет жить и когда отключится все области мозга до единой мы не сможем вообще никак воспринимать данную реальность и соответственно поэтому жизнь она одна и она связана напрямую с нашим биологическим телом нет никакой души нет никакой высшей силы уж извините это как раз таки прямое доказательство что в состоянии употребления каких-то веществ ваше восприятие реальности полностью меняется потому что восприятие реальности в таком случае было бы постоянно одинаковым то есть какое-то внешнее воздействие может изменить как вашу личность так и ваши отдельные параметры достаточно просто поковыряться в вашей черепной коробке что самое интересное опять же наличие каких-то экспериментов на мозге полностью подтверждает то что у нас можно локально выключать отдельные функции менять личность человеку и так далее эти эксперименты лоботомии они в принципе известны и в общем-то далеко меня понесло я думаю суть вы уловили сознание не расширяется она наоборот сужается до тех пределов что вы способны воспринимать мир как улитка то есть возможно в какой-то короткосрочной перспективе это интересно но в состоянии трипа вы вряд ли постигаете какие-то истины которые пригодятся вам жизни потому что вы не проживете жизнь улитки вам придется существовать теле человека возможно у вас остался вопрос кто все те люди которые оставляют многочисленные отзывы в интернете и заявляют о том что им это помогло заглянуть в глубь своей души разобраться в себе и решить проблемы собственной жизнью могу сказать что скорее всего это люди склонны к депрессии потому что психоделические препараты или вещества способны воздействовать на серотониновые рецепторы и тем самым улучшать наше настроение но также стоит сказать что действительно непонятно как это повлияет в вашем конкретном случае потому что есть данные которые указывают на то что психическое благополучие людей при использовании данных веществ действительно может улучшаться да есть определенный потенциал действия но опять же когда вы используете данные вещества вы не можете ожидать какую-либо реакцию однозначно и подобный метод до сих пор не является рекомендацией первой линии для лечения депрессии на данный момент предлагаются совершенно другие препараты из категории антидепрессантов и я думаю что это более целесообразно потому что по крайней мере лечащий врач сможет подобрать для вас необходимый препарат и дозировку и по мере возникновения побочных эффектов он сможет этот процесс контролировать когда используются вещества тем более используются самостоятельно вряд ли стоит ожидать что это со стопроцентной вероятностью вам поможет и вы избавитесь от депрессии от каких-то психических переживаний проблем и так далее я думаю что стоит обратиться к доказательной медицине использовать то что имеется там что касается зависимости действительно некоторые пользователи отмечают что им это помогло избавиться от алкогольной зависимости кому-то от никотиновой зависимости и оно возможно в принципе потому что существует воздействие как я уже сказал на серотониновый рецептор который также принимает участие в формировании различных зависимостей и в принципе воздействуя на него некоторые люди могут снизить потребление алкоголя и я могу вам напомнить что в принципе существуют препараты которые могут обладать сходным эффектом то есть из класса антидепрессантов но обладают дополнительным эффектом по отношению к зависимостям то есть бупропион алтрексон например соединение и соответственно есть некоторые фармакологические методы лечения зависимости ну по крайней мере она будет снижаться не знаю опять же что лучше что хуже напишите свое мнение в комментариях также могу вам напомнить что депрессия является результатом высшей психической деятельности и у существ более простым мозгом депрессии может вообще никогда не наблюдаться к этому склонны люди некоторые домашние животные когда например теряют хозяина и например такая штука как комплексы какие-то установки деструктивные и убеждения существует только у человека только человек может испытывать депрессию от того что у него какие-то кривые ноги или у него толстое тело и все в таком духе потому что именно мы сами создали такое большое количество критериев которым мы должны соответствовать по итогу как раз за счет того что данные вещества переводят уровень нашего мышления в более простые плоскости отключаются те скажем так области которые могли бы контролировать вот этот анализ все эти наши установки и все остальное и поэтому в состоянии подобного прихода естественно человек может осознать что эти установки не настоящие потому что вот они по щелчку пальцев отключились он переместился в какой-то веселый мир где все это не имеет никакого значения поэтому да в какой-то степени человек в подобном состоянии попав него наверное может почувствовать себя свободным хотя бы на минуту или на пять минут или на целый час опять же тот факт что после подобных ритуалов возникает религиозность я бы не стал это рассматривать как негативный эффект потому что все зависит от того как начнет жить человека как он себя будет чувствовать в данном состоянии и как правило люди сообщают о том что ну им действительно становится лучше они стали жить лучше есть отдельные случаи я прекрасно понимаю и не исключаю случаев отравления тех кто попадет в реанимацию тех кто умрет потому что купил совершенно не то что нужно но когда мы говорим про то что звезды сошлись так как нужно это вся пережитая ситуация действительно может повлиять на дальнейшую жизнь и на дальнейшее убеждение человека то есть например человек религиозный не всегда живет хуже чем не религиозный человек и наоборот то есть кому-то религиозные убеждения помогают чувствовать себя более уверенным защищенным в некоторых случаях вера какая-либо она просто необходимы да для того чтобы контролировать свою жизнь в том числе и конечно она может дать определенную долю психологической защите человека то есть когда он находится постоянно в тревожном состоянии когда он чувствует себя постоянно подавленным постоянно в стрессе постоянно в каком-то страхе и напряжении то в этот момент времени пережитый данный опыт наверное может сказаться на том как он в дальнейшем будет воспринимать жизнь возможно он почувствует вот эту какую-то поддержку со стороны общей системы о том что он является частью одного единого целого о том что есть какие-то высшие силы и в дальнейшем его уже не будут касаться подобные терзания которые возникают от высшей когнитивной деятельности поэтому расставьте уже все точки над и сознание сужается сужение на короткий интервал времени не всегда может быть чем-то плохим но опять же стоит задумываться о других побочных эффектах которые могут возникнуть и которые сложно контролировать в общем это глубокий философский вопрос на который должен отвечать явно не я стоит ли принимать подобные вещества для того чтобы выйти из депрессии как-то с ней справиться решить свои проблемы и так далее потому что результат непредсказуем я еще раз подчеркну есть также люди которые просто пережили негативный опыт отравились попали в реанимацию кто-то даже умер и поэтому наверное нельзя рекомендовать это делать всем и каждому непредсказуемо Продолжение следует...